Добрый день, Лариса Анатольевна. Добрый день, Лариса Анатольевна. Расскажите, как сейчас обстоят дела с подготовкой к 1 сентября, к новому учебному году, в детских садиках, в школах? Какие, может быть, ремонтные работы ведутся? Ремонтные работы у нас ведутся в полном объеме, потому что мы их выполняем только летом, тогда, когда дети находятся на каникулах. Мы не имеем права ремонтироваться в учебное время, проводим только аварийные работы. На сегодняшний день более 73 миллионов рублей осваивается на ремонт учреждения образования. Это, в первую очередь, конечно, работы, которые составляют безопасность учреждения и возможность его функционирования. Это кровля, это электрика, водоснабжение, отопление, сантехнические работы. И на сегодняшний день 84 объекта находятся в ремонте. Это сады, 35 садов, 45 школ и учреждения дополнительного образования. А еще какие меры для безопасности школьников в детских садиках для детишек? Проведена экспертиза безопасности образовательных учреждений города в рамках того законодательства антитеррористической борьбы. И на каждое образовательное учреждение создан паспорт безопасности. Эту работу мы проводили совместно с системой МВД, с МЧС России, с другими службами, с энергонадзором, другими надзорными службами, где проверялась вся основа. Надо сказать, что очень внимательно относимся к тем строительным бригадам, которые приходят. И на особом контроле у руководителей находятся эти бригады. Потому что мы с вами знаем, что миграционные силы используются в ремонте для того, чтобы предотвратить какие-то антитеррористические попытки. В целом в городе учреждения все имеют систему, все школы, систему видеонаблюдения. Экстренная кнопка экстренного вызова есть во всех образовательных учреждениях города. Те учреждения, которые имеют 24-часовое пребывание детей, это школы-интернаты, это реабилитационные центры, они охраняются круглосуточно чопами за счет бюджетных средств. В ряде школ и детских садов система охраны существует за счет родительского участия. Это с добровольного согласия родителей, с решения общешкольного или общесадовского родительского собрания. Я знаю, что не во всех детских садиках еще и система видеонаблюдения. Как будет там продвигаться? По дорожной карте два года уже прошло. Мы более 1,3 детских садов оснастили. В течение следующих трех лет полностью будет завершена эта работа. То есть все детские садики будут под видеонаблюдением у нас тоже, да? Да. Хорошо. По поводу школы хотелось спросить. Что у нас сейчас со второй сменой? Мы ее полностью исключили или она еще все-таки остается где-то? Ну, полностью, конечно, мы не исключили. Если учесть, что ежегодно прибавляется где-то 1400 учащихся, растет число школьников. Это примерно на две школы. Конечно, решить полностью проблему очень трудно без строительства школ. Но на сегодняшний день, вот за прошлый год, тоже существует определенный план, дорожная карта, по которому мы движемся. В прошлом году мы с 32 школ до 16 спустились по двусменности. В этом году вот 16 школ. И на протяжении этого года будем работать над этой проблемой. Если посмотреть, какие сроки ставит федерация, то федерация ставит срок 21 год. Это односменные занятия детей начальной школы и старшего звена. И 24 год – это односменные занятия детей основной школы. Я думаю, что мы с этим справимся. Тем более, что приступили к строительству новой школы. ДПР-5 свои забиваются. И 1 сентября 2017 года у нас появится в городе еще одна школа на 1100 мест. А еще какими путями вы справляетесь со второй сменой? Вот некоторые школы даже объединяются, по-моему, ради этого, да? И объединяются. Был такой путь у нас, школа 19-25, которая была объединена с целью как раз перевода детей в односменный режим работы. И опыт этот, в общем-то, положительный. Помимо того, что дети перешли в одну смену, за счет укропнения увеличилось бюджетное финансирование, повысилась зарплата учителей. На сегодняшний день два коллектива нашли общий язык и сложились в одно целое и работают единым коллективом. Слава Богу, все у нас в этом плане хорошо. Помимо этого, мы решаем вопрос по выводу учреждений дополнительного образования. У нас в ряде школ размещались музыкальные школы, мы постепенно выводим в этом году. Вот в Старом Селе откроется к первому сентября новое отделение школы искусств номер 7. Дети уйдут из общеобразовательных школ, где они проводили до этого занятия. Это позволит тоже ряду классов перейти на односменный режим работы. А как у нас обстоят дела с местами в детских садиках? Для какого возраста проблема решена? Где еще, может быть, остается какая-то трудность? Указом президента определено было с 1 января 2016 года решить эту проблему по трехлеткам. По трехлеткам мы ее решили даже в январе 2015 года. Успели раньше это сделать на год. С двухлетками проблема остается, но мы ее все равно решаем. Надо сказать, что число дошкольников тоже ежегодно увеличивается, где-то на 1300 человек. Это примерно 5 садов в год должно строиться, добавляться. Конечно, такого быть не может, но если посмотреть, мы по федеральной программе смогли за последние 5 лет отреконструировать и построить 18 садов в городе. То есть надстроили или третий этаж, или построили заново сады. Это очень много. Значит, по трехлеткам проблема, еще раз говорю, полностью решена. По двухлеткам проблема пока остается острой. Сегодня на очередь стоит 2900 человек. До 1 января 2017 года мы эту очередь на 1100 мест уменьшим за счет оптимизации, за счет пограничного привлечения детей, возраст которых приближается к 3 годам, вот до 1 января 2017 года они все будут зачислены в сад. И вообще мамы должны не волноваться, должны понимать, что к 3 годам в любом случае место будет. Как же оно найдется, если там еще оттуда не выпустятся какие-то люди? Значит, вот на сегодняшний день 1100 мест, которые приготовлены для детей, это за счет внутренней оптимизации, как я еще говорю. Вот докупили дополнительные кровати, согласно Санпинам, где это можно, мы добавляем их. Объединяем группы. Когда группы старших детей, они бывают в ходе возрастания детей, покидают кто-то сад, переезжают или просто бросают сад, не ходят в сад. И количество мест освободившихся увеличивается. Поэтому стараемся во всех садах оптимально соединить группы возрастные, освободить все помещения. Вот 6 групп еще дополнительно открываем, ремонтируем. Это те помещения, в которых раньше не было групп. То есть мы используем каждый уголочек. Вот 6 групп откроем, 6 на 25 – это уже вот еще количество детей, которое прибавится. Работаем, изыскиваем все возможности, потому что понимаем трудности людей. И, наверное, каждый из нас, каждый был мамой, прошел это и знает, насколько тяжело, во-первых, просто отдать ребенка в чужие руки, и насколько тяжело не работать, надо зарабатывать деньги. Поэтому мы очень стараемся помочь людям. Лариса Анатольевна, спасибо вам за эту информацию. Я думаю, что она будет очень полезна всем нам, телезрителям. Мы всегда готовы участвовать в ваших программах. Зовите, освещайте все те больные вопросы, которые есть. И еще хотелось бы обратиться к рязанцам. 29, 30, 31 день рождения Рязани. Большие мероприятия. Они в афишах есть везде и в транспорте, на КВЦ, на остановочных комплексах. 29 начнется это. Мы в этом году планируем большую тоже программу, поэтому всех зовем участвовать в праздниках. Много интересных мероприятий. У нас предполагаются поющие фонтаны. У нас будет красивое лазерное шоу на дискотеке около ЦКПО. 31-го у нас будет Рязанское подворье в Центральном парке культуры и отдыха, где приедут представители всех районов, привезут различные ремесла, мастер-классы будут работать. Всех зовем на праздник, на день рождения нашей любимой Рязани. Да, в том году был тоже достаточно ярким. И в этом году много традиционных вещей осталось и много совершенно новых. Поэтому с удовольствием хотим удивить. Почтовая ждет. Ждем на почтовой всех гостей. Рады всех будем видеть. Ну что, спасибо вам тогда. У нас в гостях была заместитель главы администрации города Рязани Крахалева Лариса Анатольевна. Увидимся. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин